Всем нихао! Вы на канале Русский Китаец. Ребята, у нас сегодня срочный выпуск. Вот прям сегодня узнали эти новости. И поэтому я для вас решил в экстренном порядке записать видео. Все мы знаем про недавние изменения в утиль сборе. Очень сильно он вырос. Особенно пострадали те клиенты, которые покупали машины-былушки от 3 лет. То есть там утиль составил 500 тысяч рублей до 1,5 миллиона. Большое количество клиентов, которые покупали машину до 2 литров, тоже попали на 300 тысяч рублей. И от 2 до 3 литров, если машину вы приобретали, то там вообще космический утиль более 800 тысяч. Но вот буквально вчера я увидел видео на просторах интернета. Сразу предлагаю вам его посмотреть. Копили на машину из Подмосковья, но цены осенью поднялись. И они решили купить за рубежом. И на момент покупки сбор был 5 тысяч рублей за машину. А сейчас им нужно заплатить уже 528 тысяч рублей. Поэтому прям письмо я вам их передал. Таких людей несколько тысяч. А на момент покупки... Был 5 тысяч? Да. Был 5 тысяч? Да. Так повозили на момент, чтобы подняли эту историю. Они машину заказали до Вегении новых правил, а учителей сбор повысили, пока машина была в пути. То есть, по сути, получается, задним числом повышение. Но вот те, кто попали в этот переходный период, они такие чуть-чуть растерянные. Закон обратной силы не имеют, поэтому надо подумать, конечно. Как юристы. Я тоже считаю, что было бы здорово, чтобы мы пошли на встречу и сделать переходный период, например, до января, до первого. Это нужно октябрь, ноябрь, декабрь. Это очень коротенький отрезок времени. Чтобы те, кто уже ввёз машину, заплатили по старому тарифу, через сбор. Спасибо, что обратили на это внимание. Закон обратной силы не имеет. Поэтому, если самая сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительно. Комитет по Госдуму промышленности поддерживает. Все фракции это знают. Хорошо. Вот такой вот интересный разговор получился у наших глав государства. Что сказать, ребят, я не знаю почему. Почему? Потому что тут совсем двусмысленная такая ситуация получается. Во-первых, как сказал Владимир Владимирович, неправильно, что мы будем платить сейчас за все машины утиль-сбор. Особенно за те машины, которые были куплены до момента введения этого повышенного утиля-сбора. Но тут такая ситуация, что попадают машины под утиль-сбор, которые везены с Киргизии. Если мы напрямую повезем в Россию, там нет такого утиля. Там старый утиль 3-400 и 5-200. А с Киргизии мы получаем машину у Киргиза. Киргиз выкатывает нам ДКП и относительно этого ДКП, по идее, мы будем платить утиль-сбор. Тут видите, в чем проблема. Вы же оплачиваете с России нам автомобиль, а он в процессе транспортировки до вас таможится на гражданина Кыргызстана. Вот именно в этом есть загвоздка. Поэтому вот эти ДКПшки, возможно, нужно изменять. Сейчас возможно поменять ДКП на заднее число, то есть изменить дату до момента утиля-сбора. Но в таком случае, я думаю, у нас там не дураки сидят, тем более деньги всем нужны там, поэтому их будут считать до каждой копейки. В таком случае, я думаю, что будут подниматься документы именно с декларацией с китайской стороны, а также СМР-ки на стороне Кыргызстана. То есть будут смотреть даты, когда была машина ввезена и так далее. Если будут более-менее адекватные даты, то я думаю, что возможно удастся как-то обойти этот утиль-сбор и его не платить. Ну а если была машина ввезена после введения утиль-сбора, то, наверное, уже не прокатит такая схема. Хотя на первых этапах, я думаю, можно будет что-то попридумывать с этими ДКП, которые выписывает Кыргыз для нас. Но нужно пробовать и смотреть. Поэтому, что я могу вам сказать, делая вывод касательно всей этой ситуации. Для тех, у кого машины были ввезены до списания утиля сбора Кыргызстан, возможно, вам повезет, возможно, с вас не будут списывать такой громадный утиль. Мы без проблем можем предоставить все документы, как и этот ДКП. Задним числом не знаю, насколько это будет работать, потому что эти ДКП фиксируются именно в структурах Кыргызстана. Что касается декларации таможенных и СМР-ок, это без проблем. Там все даты чистым по-белому написаны. Если вы сейчас планируете купить себе автомобиль, не все машины сейчас актуально везти через Кыргызстан. Если цена машины невысокая, примерно до миллиона рублей в Китае, либо эта машина бывушка от трех лет, то актуально очень везти ее напрямую в Россию через, как мы делаем, Уссурийск. Машина туда очень быстро доходит, это не Кыргызстан. Здесь никаких проблем нет. Буквально с момента получения нами средств, машина через две недели уже будет в Уссурийске почти растаможена. То есть там все делается быстро, остается только доставка по России. Возможно, в будущем и отстранят Кыргызстан из этой схемы. То есть все понимают, что большая куча средств уходит не в нашу казну, хотя это таможенный союз, но все равно Кыргызы на растаможке машин, на прогон машин через свою страну очень много зарабатывают. Я думаю, следующий этап, возможно, будет Белоруссия, потому что вроде как батька там с нашим батькой в очень крепких, хороших отношениях. Я думаю, что Белоруссия как-то поучаствует в этом процессе, но все-таки потом, по моему мнению, Россия оттолкнет их всех, и мы будем возить машину уже напрямую в Россию. Ну, наверное, на тот момент уже столько машин будет в России, что, наверное, неактуально будет заказывать машину именно на заказ. Вот такие вот новости. В комментариях напишите свое мнение. Очень интересно почитать. Давайте пообщаемся в комментариях. Также переходите в наш Телеграм-канал, ссылочка под видео. Там также мы можем продолжить это общение. И также в Телеграм-канале размещены ссылки на мои офисы, на моих менеджеров, через которых вы сможете заказать автомобиль своей мечты. И на этом все. Берегите себя. Пока!